Мы должны остановить проникновение пришельцев, иначе все обречены. Это говорит о том, что объект обладает высоким уровнем интеллекта, аналитическим умом и в то же время чрезвычайно антисоциален. Агрессивный стиль изложения и отсутствие запятых в его конструкциях предполагает возможное пристрастие к кофеину или нервное расстройство. Встреча выпускников? Звучит заманчиво. Это годится? Может, мне пойти с тобой? О чем ты, Фостер? Я уже не мальчик. Мне не нужна сиделка. Лингвистический манеризм указывает на образовательную базу, полученную в северо-восточных штатах. Последующий анализ выявляет коэффициент интеллекта в пределах шкалы гениальности между 30 и 35. Это иголка в стоге сена. Человек скрыл свои следы, данных нет ни в переписи населения, ни в паспортном столе. Мы обнаружили противоречие между повседневностью и болезненными событиями его далекого прошлого. То, что люди называют кризисом среднего возраста. У меня почва уходит из-под ног. У меня 33 года, а я мотаюсь по стране и загружаю мозги всякими пришельцами. Вступи в какой-нибудь клуб. Если наша компьютерная модель верна, представители этой группы и обладатели подобных характеристик склонны возвращаться к своему прошлому, в частности, посещать встречи выпускников. Как мы его вычислим? Практически. Мы направим мобильные группы в 25 учебных заведений высшего разряда. Ты и я возглавим группы на самом перспективном направлении. Я должен пойти в Фостер. Мое прошлое наполнено событиями. Они отразились на всей жизни. Нет ли среди этих событий подружки? Я угадал. Не волнуйся. У меня есть охранник. Охранник? Маленький, но бьет на повал. Подумай, Лон. Если мы поймаем Эдди Намбьюлоса, мы сразу станем дивизионными командирами. Мы разными способами пытались заставить Кейда Фостера раскрыть местонахождение книги Нострадамуса. Все напрасно. Пора взяться за его помощника. Давай я отвезу тебя туда и понаблюдаю со стороны. Брось, Фостер. Ничего не случится. Я никому не нужен. Это за тобой охотятся. Причем тут Эдди? Не дрейфь, старик. С Эдди все будет в порядке. В 1564 году Нострадамус предсказал, что Земля будет уничтожена тремя ужасными волнами. Первая волна уже здесь. Меня зовут Кейт Фостер. Это мой дневник. Они убили мою жену, но обвиняют меня в ее убийстве. Теперь я в бегах, но я не прячусь. С помощью предсказания Нострадамуса я ищу их, охочусь на них, разоблачаю их. Я остановлю первую волну. Первая волна. Все об Эдди. Говорят, Альма Матер – тренировочный забег перед марафоном жизни. Для меня искрометный взрыв скорости на старте сменился бледной хромотой ореола неудачника. Личная трагедия затмила годы учебы и преследовала до сегодняшнего дня. Серьезная неудача заставила бросить ближайших друзей никогда не оглядываться назад до сегодняшнего дня. И теперь я решил сменить уютную безопасность трейлера на жесткую реальность Хайзенберг Скулл. Восстановить связь с людьми, которые когда-то были друзьями, и попытаться разгадать загадку собственного бытия. Как ты сильно похудела? Как тростинка? Вовсе нет. Я нашла финансирование. Меня совсем не волнует, что уже 33 года. Это так эффектно. Видишь того парня? Он уже... Да, уже пятеро детей. Полегче! Не видишь, куда едешь? Спасибо, Дэвид. Лэри Безинский. Компьютерный гений. Ты так и не научился переходить дорогу. Привет, Герман. Сколько лет? Да, ты выглядишь... Молодцом. Ты тоже. Сюда влезут все старшие классы. Да, она вместительная. Я открыл собственную компанию, Гаррит Компьютер Секьюрити. Мы обеспечиваем защиту финансовых сделок через интернет. Мы были хакерами. Только не говори, что тебя купили. Примерно за четверть миллиарда долларов. По данным, за прошлый месяц. Что ж, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну, а как ты? С твоими компьютерными способностями. Ты, наверное, уже выиграл джек-пот. Я в издательском бизнесе. У меня газета на сайте. Вот как. Этим можно зарабатывать деньги? Нет. Понятно. Увидимся. Мэриан тоже здесь. Я знаю. Откуда ты знаешь? Не один ты считал ее самым великолепным созданием после дружеского интерфейса, придуманного Стивом Джобсом. Увидимся, Ларри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, выпуск 84-го. Мы рады, что вы смогли приехать. Нам нужно повеселиться. У нас отличная музыка, еда и много чего еще. Так что не скучайте. Вы все подавали большие надежды? Прямо в точку. Но это не значит, что мы не отдыхали. Расскажите что-нибудь интересненькое. Взять бы хотя бы поездку старших курсов в Доловарское ученье. Нас, одаренных безумцев, набился полный автобус. Всю дорогу мы пели, где наши 99 бутылок пива. И прямо в возле автобуса Мими Ванберг сорвала с себя маечку и все просто рты разинули. Мими была просто конфеткой. Футбольной команды у нас не было. Если твой коэффициент интеллекта зашкаливал за 170, ты мог отправиться с Мими в раздевалку под трибунной. Пятнадцать лет прошло, а ты так и остался сплетником. Стэнли? Стэн Спенсер? Лэри? Как жизнь, Стэн? Нормально. Жена двое детей. Работаю в компьютерсетик. Дом в пригороде. Замечательно. Я пытался тебя найти, но ты как в воду канул. После того, что случилось, я залег на дно. Стер все следы. Так серьезно? Они угрожали прятать меня в тюрьму. Для 17-летнего парня это куда как серьезно. И чем закончилось? Условно сроком и подпиской об отказе работы на компьютере на всю жизнь. Так что с Лэри Пизинским пришлось распрощаться. Слушай, я надеялся увидеть тебя здесь. Мы должны обсудить происшедшее. Может, я помогу? Стэнли. Привет, Мими. Как дела? После развода лучше. Я всегда думала о тебе. Правда? Пойдем, я тебе докажу. Нам нужно поговорить. Продолжение следует... Мэри-Эн. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Следи за фразеологией. Вы все поняли, ребята. Мими только что сказала, что хочет снова пойти со мной в раздевалку. Со мной! У меня сейчас будет двойной инфаркт. Здесь меня и похоронят. Использование развернутых метафор делает его похожим на психологический портрет бешеного Эдди. Берт Фрэнкен, менеджер по продажам в фирме электроники. Разведен. Много ездит по стране. Хорошее прикрытие, чтобы следовать за Фостером в любое место. Может, это и есть наш Эдди? Я надеялась увидеть Лэри. Вообще-то я видел его по дороге сюда. Правда? Да. И как он? Не слишком хорошо. Ладно, Герман, проверим, хорошо ли ты защищен. Эдди? Фостер, загрузи мой компьютер. У тебя все в порядке? Да, все идет к тому. Хочу установить связь между Нокия 9000 и центральным блоком в трейлере, чтобы запустить механизм вирусной атаки. Под значком входа в программу напечатай Герет Компьютер Секьюритис. Все сделал. Эдди. Извини, Мэриэн. Я отвечу. Я слушаю. Что случилось? Хакеры взломали компьютерный код моей компании. Нужно позвонить сейчас. Извини. Скоро вернусь. Ладно. Лэри. Мэриэн. Тебе придется многое объяснить. Я лазил по правительственным файлам, совершенно секретным. Однажды вдруг валилась целая толпа ФБРовцев. Не понимаю, ошибся ли я в выборе языка взлома или прокололся на машинных кодах. Я не об аресте. Почему ты так мне не позвонил? Я не мог. Все время был как на сковородке. Все 15 лет я пришла на эту встречу только ради тебя. Ведь мы любили друг друга. Арест оказал на меня сильное влияние. Я превратился в другого человека, затворника и паранойка. Прости. Разрыв наших отношений – самая большая потеря в моей жизни. Ты женат? Три раза. Столько потерь. Есть из чего выбрать. Они сами от меня ушли. Не просто иметь мужа паранойка. Постоянное балансирование между кашей и стряхнином не способствовало теплоте отношений. А ты как? Сама по себе. Шутишь? Очередь из парней должна была опутать весь квартал. В душу никто и не запал. Из-за большой занятости. Я веду программу компьютерного образования для детей в Балтиморе. Отнимает кучу времени. Сколько времени мы здесь провели? Ты была хакером от Бога. Единственная девушка в нашей шайке. Еще не забыла? Нет, конечно. Сейчас. Да что ж это такое? Дай попробую. Ты где этому научилась? Один из мальчишек в Балтиморе. Ты только посмотри. ТРС-80. Вик-20. Комодор-64. Сегодня на них никто и не взглянет. Боже, халиски-тысяча. Сколько сока на него было пролито. Когда его включали, свет моргал в двух кварталах. Замечательное было время. Да. Помнишь, когда мы собрали этот восьмибитовый микропроцессор? Да, точно. F8-3870, SCMP-8080 и еще. Как его? Космок-1802. Точно. Мы залезли в информационную базу и дали все ответы Эрлу Бентли. И его приняли в Гарвард без экзаменов. Ах, Лэри. Лэри, что случилось? Мариан, тебе нужно вернуться в спортивный зал. Не поняла. Возвращайся. Пожалуйста, уходи отсюда. Я должен кое-что сделать. Хорошо. Хорошо. Мы намерены задать вам ряд вопросов. Излишне говорить, что правдивые ответы в ваших интересах. Вы бешеный Эдди? Кто вы? Что здесь происходит? Отвечайте на вопрос. Не понимаю, о чем вы говорите. Я никогда не слышал о бешеном Эдди. Вы знаете о газете под названием Паранойя Таймс? Нет. Вы знакомы с человеком по имени Кейт Фостер? Нет. Пустая трата времени. Человек с умом бешеного Эдди может придумать способ, чтобы обмануть нас. Ты веришь, что это человек-помощник объекта 117? Возможно, ты прав. Мы должны убить его. Нет. Если бешеный Эдди здесь, и он заметит это исчезновение... Тогда сотри его память за последний час. У нас есть оборудование. Убить его мы всегда успеем. Я сделаю еще одну попытку. Слушайте, Бёрд. Нам нужна информация. Пожалуйста. Не мучайте меня. Вспомните выпуск 84-го. Был ли там кто-нибудь, кто обладал особыми способностями в области компьютеров? Мы все. Поэтому и оказались здесь. А кто-нибудь с суперспособностями? Я не помню. Это было так давно. Подумайте. Была группа хакеров. Они действительно творили чудеса. Начинали с баловства, вроде замены оценок и классных расписаний. Но потом перешли к вещам посерьезнее. Проникали в правительственные учреждения. Военные системы. О них... Назовите их имена. Их никто не знал. Они были слишком умны. Если они взламывали систему, все, что они оставляли, это псевдоним. Бинарные бандиты. Можете что-нибудь еще о них вспомнить? Нет. Уберите его. Эдди? Они ищут меня, Фостер. Прямо здесь, в школе. У нас и ноги, Эдди. Быстрее. У меня есть время. Гуа придется потрудиться, чтобы обнаружить Лэри Пизинского. Кто это Лэри Пизинский? Это я. Не понимаю. Я сменил имя после того, что со мной произошло в школе. Эдди не настоящее имя? Я Лэри Пизинский. Первый раз слышу. Об этом никто не знает. Понимаю. Это для безопасности. Так как мне тебя называть? Эдди или Лэри? Я привык к Эдди. Ладно, Эдди. Лови такси, иди лы ноги. Не могу. Почему? Они начнут преследовать других хакеров. Стэнли, Герман и Мэриэн окажутся в опасности. Эдди, уноси ноги. Извини, Фостер. Эдди? 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 Черт возьми. Эдди, уноси ноги. Пришельцы, Лэри, с другой планеты, что ли? Да. Где камера? Какая камера? Это же розыгрыш. Съемка скрытой камерой для архива выпускников. Я говорю серьезно. Лэри, пусти, мне больно. Что с тобой, Стэн? Ты же проникал во все файлы 51-й зоны. Ты знаешь, что они существуют. Это было в школе. Я давно вырос. Слушай, Мэриэн, мы любили Лэри, но в его диске решительно не хватает нескольких байтов. Ты не любил Лэри. Ревновал к нему. Я? Ревновал к Лэри? С какой стати мне ревновать к Лэри, Мэриэн? Привет, Герман. Привет, Мэриэн. Ты должен обещать старушке Мэриэн танец, пока вечер не закончится. Обещаю, Мэриэн. Ты прелесть, Мэриэн. На тебе даже прошлогоднее платье выглядит как новое. Спасибо. Если наша дружба что-нибудь значила, ты останешься здесь и подождешь, пока я вернусь с Германом и Мэриэн. Послушай, мне нужно поговорить с тобой о деле. Оставайся здесь. Лэри был нашим идолом, помнишь? Мы стали бинарными бандитами, он сделал из нас хакеров. Он был порядочен. Когда его арестовали, он не сказал о нас ни слова. Лэри, Лэри, только от тебя и слышу. Лэри параноик, психопат и неудачник. Нам нужно спрятаться. Мы все в опасности. Ясно. Что на этот раз Лэри? Спецназ, ЦРУ на вертолетах. Контроль ФБР. Нет, подожди. Эскадроны смерти Ассоциации Молодых Христиан. Я не шучу, Герман. Бинарные бандиты в опасности. Мы должны забрать Стэна и уйти отсюда. А если нет, то что? Подожди, дай я угадаю. Мы все умрем. Нет, будет хуже. В опасности все человечество. Ладно, Лэри. Я буду в баре. Лэри, что происходит? Мэриэн, я действительно параноик. Но не сумасшедший. Тогда объясни. Понимаешь, есть некая группа из другой галактики. Ты можешь себе представить Нару Червика? Да. Я пойду заберу Стэна. Вернусь и объясню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы не причиним вреда, если вы будете с нами сотрудничать. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, абсолютно все, об Эдде. Что случилось, Стэн? Это был Герман. Герман? Он тебя предал. Ты видел Германа в трейлере? В каком? Трейлере. Для обслуживания торжеств. Ты сказал, Герман выдал меня пришельцам. Пришельцам? Они пришельцы, Стэн. Люди, которые тебя забирали. Они часть сил вторжения, которые хотят захватить планету. Я имел в виду полицейских. Полицейских? Где? Герман выдал тебя полицейским. Тогда, в школе. Поэтому они ворвались в компьютерный зал. Ему нужна была твоя записная книжка с проходными кодами. Он хотел использовать кодовые замки, чтобы остановить хакеров, основать свою компанию. Мерзавец. Более того, я знал, что Герман взял твою записную книжку, но скрыл это. Он обещал мне долю в своей компании. Поэтому я и пришел сегодня, Лэри. Чтобы попросить прощения. Ты действительно был одержимым, Лэри. Нам было до тебя далеко. Эдди? Да. Эдди? Лэри? Подожди, Фостер. Почему бы тебе не пойти домой к жене? Кажется, я здорово набрался. Все нормально. Сюда, на заднее сиденье. Что происходит? Вот и хорошо. Вот так. Баю-бай. У меня проблема с машиной. Мотор перегрелся. Я знаю, термостат последнее время подводит. Один из ремней вентилятора ослаб. Будь молодцом. Вот так. Закрывай глазки. Слушай, это займет много времени. Тебе нужно спрятаться, пока я не приеду. Не могу. Эдди, я не очень хорошо разбираюсь в этих вещах, поэтому ты мне нужен. Ты единственный человек, на кого я могу положиться. Ты должен избежать опасности. У меня нет выбора. Они охотятся на моих друзей. Я должен идти. Ты меня пугаешь. Не волнуйся, я все объясню. Его память вычищена, Лун. Стэнли Спенсер угрозы не представляет. Надо признать, он вел себя гораздо мужественнее первого. Важно одно, теперь у нас есть имена. Да. Наши сотрудники внутренней службы уверены, что скоро найдут бешеного Эдди. Это я, бешеный Эдди Намбьюлс. Даже не знаю, что сказать. Можешь сказать, вторжение пришельцев. Это невероятно. Да, согласен. Хорошо, если это правда, я теперь понимаю, почему ты... Неудачник-параноик? Я такой из-за того, что случилось давно, а не из-за этих чертовых инопланетян. Стэнли мне все рассказал. Что рассказал? О том, как Стэнли и Герман со мной поступили. Предали меня. Честно, Лэри, я не понимаю, о чем ты. ФБРовцы вломились в эту комнату, чтобы арестовать меня не случайно. Их вызвал Герман. Стэнли ему помогал. Они сделали это, чтобы завладеть моим кодовым справочником. Мне жаль, Лэри, я не знала. Боже мой. Все это время мы могли бы быть вместе. Девушки отдыхают. Я должен найти Германа. Вот это. Возьми для самозащиты. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Будь осторожен, Нэдди. То есть, Лэри. Ладно. Ты тоже. Извини, пожалуйста, это было великолепно. Нам нужно поговорить. Пойдем в компьютерный зал. Я не могу. Стэнли рассказал мне о том, что вы сделали. Это было давно, Лэри. Почему? Я хочу знать, почему. Мы были детьми, Лэри. Забудь. Герман. Я хочу знать. Я всегда был вторым. Я взламывал шифр, прорвался на сайт, а ты уже был там. У тебя было все, голова, ноу-хау, Мариэн, сукин сын. Успокойся. Ты разрушил мою жизнь. Я тебе все верну. Интересно, как это? Вернешь ушедшие годы? Вернешь мне имя? Я больше не Лэри Пизинский. Мне пришлось скрываться. С другой стороны, прошлого не вернуть. Мне нужно идти. Продолжение следует... Вы не совсем то, чего мы ожидали, но у вас не было шансов от нас уйти. Наконец-то, бешеный Эдинамбилос. Что ж, вы меня поймали. Что вам нужно? Это очевидно. Кейт Фостер и книги Нострадамуса. Я никогда ничего вам не скажу. Посмотрим. Ну давай, Эдди. Хорошо, Эдди. Где находится книга Нострадамуса? Зря теряете время. Эту книгу вам не найти. И не надейтесь. Эрго ипса факта. Вы проиграете. Лингвистические схемы совпадают, а вокальная модуляция нет. Она предполагает гораздо большую психическую устойчивость, чем мы предполагали. Без антисоциальных поступков и нервных расстройств. Должно быть паранойя прикрытием. Вы говорите, что Лэри Пизинский был арестован еще до получения диплома. Поэтому его и нет в школьных документах. И что Лэри Пизинский изменил имя на Эдди Намбулус? Да. Я видел его две минуты назад. Он внутри, в школе. Именно он вам нужен. Теперь понятны нестыковки в психологических схемах. Опять ты его предал, Герман Геррит. Трус. Трус. Где он? Не волнуйтесь, где-нибудь здесь. Всем привет. Добрый вечер. Пожалуйста, минутку внимания. Маленькое объявление. Вот он. Это странно прозвучит, но если в зале есть пришельцы, а они поймут, о чем я, то вам нужен я. Вот он. ПОДПИШИСЬ! 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 Привет. Не меня ищите? Сочувствую. Слегка промахнулись. Если вам нужен бешеный Эдди, вам придется попотеть. Субтитры добавил DimaTorzok Получилось! Я сделал это! Извини, Лэри. Мими? Мими мертва. Ее ДНК во мне. Неплохо? Дегуа! Ты обманул меня. Я приняла Мэри Энн за бешеного Эдди. Ты молодец, Лэри. Но не в споре со мной. Эта курица мне никогда не нравилась. Ты спас мне жизнь. А ты мне. Эта штука пригодилась. Из тебя получился классный борец с пришельцами. Как тебе все это удалось? Мне здорово помогли. Старый друг хакер, подсадная утка. А вот и он. Когда мы увидели, что ты пропал, я попросил Германа помочь мне вернуть тебя. Мы придумали план. Герман должен был выдать меня в обмен на тебя. Пришельцы заглотили наживку и попали в ловушку. Это было гениально, Лэри. Приятно видеть вас снова работающими вместе. Привет, ребята. Привет, Стар. Я уснул в машине. Все из-за сангрии с фруктами. Со мной так всегда. Бинарные бандиты снова вместе. И что теперь? Я не в силах остановиться. Я должен продолжать борьбу. Я помогу тебе во всем. Я пришлю тебе чек, думаю, деньги тебе пригодятся. Спасибо, Герман. Не за что, старик. Ну что ж. Старин, подожди. Я могла бы пойти с тобой, Лэри. Это слишком опасно. Но у нас с Фостером есть план для наших сторонников. Ждать осталось недолго. Кроме того, у нас всегда есть встречи выпускников. Эта встреча выпускников запомнилась мне ощущением ностальгии и недвусмысленным, любезным посланием Гуа. Мы с Кэйдом Фостером на переднем крае борьбы, и в меня стреляет то же оружие, которое держит под прицелом его. Эдди! Ты в норме? С тобой все в порядке? Что случилось? Я все уладил. Уладил что? Уладил. Все. Все уладил. Эдди. Что до моих друзей, я бы никогда не подумал, что Стэнли мог содействовать Герману в той давнешней краже. Правда, я бы не мог представить, что они способны так мужественно вести себя перед лицом смерти. Теперь они знают, что вторжение началось. Они стали нашими сторонниками в борьбе против Гуа. Пережив боль прошлого, я залечил старые раны и приобрел большее понимание того, кто я. Может быть, я и параноик. Но, черт возьми, уж точно не сумасшедший. В главной роли Себастьян Спенс. В фильме также снимались Роб Лабель, Элли Харви, Грег Сорловой, Сьюзи Джогим, Кристофер Шляр и другие. Производство компании Sugar Entertainment. Исполнительные продюсеры Фрэнсис Порт-Коппола Ларри Шугар. Композитор Клод Фуази, оператор Генри Чан, художник Пол Джоэл, авторы сценария Крис Бранкато, Альберт Сейлк, режиссер Майкл Роу. Совместное производство США-Канада. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу Московской независимой вещательной корпорации в 2000 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова